Российский писатель, член-корреспондент Международной Академии Наук и Искусств, призер и дипломант престижных международных литературных премий Анатолий Мерзлов, представляет. У них любовь была. Повесть в трех новеллах о человеческом насущном и, пожалуй, вечном. Читает Дмитрий Ельпин. Поросячий гон. Эпиграф. Не пиши мне про любовь, не поверю я. От встречного леденящего ветра стынут кисти рук. Краги не держат тепло, и деревенеющие пальцы рук приводишь в чувство на горячем цилиндре попеременно. Выскакивая на открытые участки, рулишь с поправкой на порывистый боковой ветер. Скорость шуточная. Тридцать километров в час. Но все равно опасна. Местами залысины наледи. Снежная крупка хлестко сечет по щекам, забивается в щели ветровки. Посвист метели глушит шум двигателя. И временами кажется, что уже не сила тяги увлекает тебя вперед, а в юго тешится тобой, словно выхваченным из сугроба, скрюченным окостеневшим осенним листом. Трасса безлюдна. Только шум ненастья, да пульсирующая в висках отрывистыми толчками кровь, дорог от мотора, да еще теплящаяся мысль о скором уюте, помогают сконцентрироваться на главном. Вперед! За спиной, охватив сзади, став единой кровеносной системой, заглубив в мои карманы свои аристократические белые ручки, слившись сидением, застыла она. Безрассудная и коварная, нежная и беззащитная, красивая и желанная. Только не остановиться, не упасть. А дома сейчас жена, маленький ребенок и тепло. Все расписано, как сценарий. Встреча. Ты приехал? Мыть руки. Ужин. Еще? Постель. Ты меня любишь? Конечно. С легким отклонением в очередности десять лет. Просвета в обозримом будущем не предвидится. Работа, работа и еще раз работа. Во имя того, чтобы жевать, обновлять гардероб, откладывать премии на отпуск в три недели. Стареть, растить замену и делать вид, что ты пока не робот. И странно, все еще любишь. А может, это уже навязчивый невроз? Нет, я здоров. И, слава богу, способен философски мыслить. Система породила скрытые уродства. Личность деградирует. Одна категория находит утеху в забытье. У этих философия особая. Эти погружаются в трясину угара, где цель – работа и вознаграждение неизбежна. И вот она. Россия – повальная неизбежность. А я что? Мне тридцать пять. Лучшее отдано, чтобы вскарабкаться на небольшую возвышенность и оглядеться. Недорога ли цена? Огромное счастье чувствовать себя единым организмом великой страны, где труд почетен, а будущее так призрачно. Я из второй категории. Не пью. Разве что чуть-чуть, по праздникам. У меня другая страсть. Страх быть, как все. Как все говорить банальности, осуждать то, что не общепринято. Обывательщина – самая страшная болезнь всех времен. А пока мы мотоциклисты. Мы любим и стремимся. Мы ищем и находим. А заглянуть дальше нет смысла. Жуткий порыв ветра стянул на обочину. Но вырулил, поймал струю. Дальше скала, некоторое затишье. Чуть газку и вперед, вперед. Сзади что-то мяукнуло. Мы еще живы? Один километр до заветной цели. Но какой? Все навстречу ураганному ветру. Понимаю, это неоправданный риск на стезе невозможного. Есть выход. Спрятаться в скалистой щели и по лесной дороге, вкругаля выйти к месту. Дорога знакома. Метров пятьдесят невозможной крутизны. Потом все лесом по распадку. Но это летом. Ссаживаю графиню и, держа мотоцикл на скорости, взбегаю с ним рядом на ребристый с оползневыми образованиями щебня взгорок. Дальше другая дорога, натоптанная скотом колея. Жду, пока моя белоручка взберется ко мне. Помогаю на последних метрах. Тишина. А вверху надрывается вьюга. Только временами от бессилия нет-нет, да и швырнет пригоршней колючей крупы в лицо, норовя по глазам. Подъем согрел. Оттояли чувства. Мы снова полноценно живем и чувствуем. Взял беленькие ледышки в горящие руки. В назидание тебе расстегнули ветровку. Забрались куда-то далеко. Обожгли холодом. Тело мгновением охватило приятный стома. И не хотелось трогаться с места. Хотя уже до жилья совсем ничего. Познакомились давно, когда по производственной необходимости вошел в отдел экономики и планирования. Тогда внешне не заинтересовали друг друга. Оба обладали манерой не выпячиваться на эффект. Бросалась в глаза аристократическая белизна кожи, дочувственные губы под рубиновой помадой. Но не всегда первое впечатление самое сильное. Холод забрался под самые лопатки. Но было до одури приятно стоять так и ощущать свою необходимость. Все же встрепенулся, съел часть помады и мы тронулись. Старую лесную, давно не езженую дорогу перегораживал упавший сухостой. И тогда мы спешивались, работая руками. После очередной остановки помада бледнела. Я же больше краснел и возбуждался. От суеты стало жарко. Ее мраморные щечки тронуло розовизной. Взгляд повеселел. И почти на нет облетела полуда высокомерия. Двигатель работал без надрыва, едва слышно, и мы на ходу вспоминали обрывки летних эпизодов. Вот знакомая изгородь из колючей проволоки в переплетениях сухих лиан перекошенной и упавшей створки ворот. Проехали режимную территорию водокачки. Буркнула в будке собака. Отдался эхом выхлоп движка. Еще через 200 метров блинообразный крепенький дом из природного камня на высоком фундаменте. Ни души. Здесь жил мой дед. Старожил этих мест. Сухой, похожий на высохший берест. С неизменным мундштуком в прорези сморщенного лица. Неглупый, рассудительный и прогрессивный. Потеряв в скорости после войны любимую жену, долго тянул лямку холостяка. Но вот, несколько месяцев назад, дальний родственник привез к деду свою очень своенравную и, видимо, надоевшую ему тещу. Так и живут теперь. Летом с семьей случалось бывать здесь. Прятаться в выходные от жары. Отдыхать среди буйной зелени, пить родниковую, холодную до ломоты в зубах воду, наслаждаясь сумасшедшим пением птиц. Изредка заскакивал межсезонье, балуя деда сладостями. Но зимой, в стужу, никогда. Галку он уже знал, и поэтому, увидев сегодня, не удивился. Лишь немного сдержаннее обнялся со мной, так давая понять о своем неудовольствии. Пили сборный травяной чай с преобладанием вяжущего тимьяна и горчинки мяты, в прикуску с засахарившимся прошлогодним липовым медом. Говорили общие фразы. «Протопим в смежной комнате печь. Думаю, сотовые рамки вам не будут помехой?» — спросил он с ехицей и, не дожидаясь ответа, пошаркал за дровами. Галка, закрытая и неэмоциональная, улавливала все тонкости разговора, внешне оставаясь безразличной к теме. Это ее безразличность, даже приброской красоте, не ставила в стойку посторонних мужчин. Так, своим высокомерным безразличием она заражала окружающих, отсеивая ненужности. Почему она раскрылась передо мной? Благодаря общей работе и моей любви к поэзии или высокой принадлежности? Она также, как и я, не выносила развитого пролетарского хамства. Дед и прадед мой, царские гвардейцы из знатного рода Ртищевых. Дед, Осип Ртищев, женился на казачке из кубанского поселения, за что был лишен всех привилегий семьи. А за доблестную службу царю и отечеству, его одарили черноземным угодьем на Кубани, где он и дожил свой век. Богатство нажил, пять дочерей, одна из них моя мама. Галка, потомственная дворянка из рода Щедреных, не находила отдушину в общении с людьми вообще. До сих пор не знаю, за что она выбрала меня. Повышенная самокритика не позволяет причислить себя к высокой категории. Я увлекся Галкой глубоко. Меня редко кто понимал, а она понимала и чувствовала. Мы отдавались воле друг друга уже больше года, и ни малейшей тени сомнения в общении за все время не возникало. Жена по простоте душевно и удивлялась сразительным переменам во мне. Я перестал быть раздражительным и невнимательным, молчаливо тянул лямку безысходности. Здесь, в щели, в четырнадцати километрах от городской окраины, совсем другой мир. Ни суеты тебе, ни людской толчаи. Несколько десятков кварталов леса объявлены заказником. Непуганный зверь осмелел. Поутру нередко представал взору хозяев разворошенный курятник со следами лисы либо ласки. Случалось, обнаглевшие шакалы задирали отбившегося от стада барашка, совсем рядом, на задворках усадьбы. Обслуга водокачки пошаливала, браконьерничала потихоньку. Маскировала на звериных тропах капканы. Попадались лисы, зайцы, еноты. Всего в четырнадцати километрах от цивилизации иной мир. Слышно было, как вверху свирепствует ветер. Заголосили шакалы где-то совсем рядом. А мы лежали, укрывшись байковым послевоенным дедовским одеялом и молчали. Под полом скреблись мыши. Пахло воском и пасекой. Галка дышала мне горячо в плечо, а я гладил ее мраморно-белое тело. Все оно состояло только из закруглений, без малейшего сучка и задоринки. Когда рука коснулась закругления от талии и ниже, я загорелся. Она, такая флегматичная внешне, чувствовала это мгновенно и отвечала лаской. В течение ночи, под аккомпанемент непогоды, мы загорались много раз. Проснулись от кашля в соседней комнате, но не хотелось разнимать пылающие тела. Лежали, обнявшись долго, а хотелось вечно, не желая думать о проблемах наступающего дня.